И к другим темам. Благоустройство населенных пунктов, поддержка ТОСовского движения, привлечение молодых специалистов на работу в глубинку. Эти вопросы стали главными в ходе рабочей поездки во Фролово депутата Государственной Думы Олега Савченко. Вместе с ним здесь побывала и наша съемочная группа. Подробности узнаем у Анжелики Антипиной. Типичную для российских городов проблему благоустройства в городе Фролово, похоже, решили. Здесь улицы чистые даже по будням и ухоженные зоны отдыха. Местные власти нашли контакт с населением. Город жители украшают своими силами. И здесь развито территориальное общественное самоуправление. Как раз с подачи ТОСов в городском парке появилась детская площадка и поле для мини-гольфа. Здесь уже по традиции семейные пары высаживают деревья, когда рождаются дети. ТОСы здесь – главная движущая сила. Например, возле этого дома недавно был каменистый пустырь. Вот этот клочок, который вы видели, мы выбрали то, что можно было сделать. А кругом одна щебенка после строителей, что осталось. И вот мы выбрали, сделали детскую площадку, где можно просто подальше от машин, от дороги оградили. Коммерсанты согласились помочь материально, а за работу взялись сами жильцы дома. Причем особенно старались дети. Значит, менталитет здесь в российской глубинке меняется. Самые деятельные ТОСы претендуют на гранты Волгоградской области. Но им хотелось бы дополнительной помощи от государства. Например, некоторые некоммерческие организации получают поддержку из бюджета как социально ориентированные. Но в соответствующем законе ТОСы не упоминаются. Активисты обратились к депутату Госдумы Олегу Савченко с просьбой внести коррективы в законодательство. Это было бы справедливо, согласился он. Революционная инициатива сегодня. Как раз ТОСы, учитывая то, что здесь их не нужно контролировать, здесь все это видно, явно видно, куда тратятся деньги, как они тратятся, с каким эффектом. Как раз должны быть участниками, более того, получателями тех грантов, которые сегодня выделяет и Москва, федеральный центр, и область. Потому что кто ближе к людям, чем ТОСы? Чтобы ТОСы приравнивались к социально ориентированным организациям, этот вопрос депутат намерен поднять в Госдуме и обратиться в администрацию президента. И в течение 30 дней отчитается перед активистами Фролова. Также Олег Савченко посетил местное образовательное учреждение, где отвечал на многочисленные вопросы. 24 июня 2013 года было постановление Волгоградского правительства об индексации должностных окладов педработников непосредственно дошкольных учреждений. Это очень хорошо, что про нас не забыли, про нас вспомнили, нам прибавили. А дальнейшие перспективы, то есть будут ли еще нам индексировать заработную плату? Депутат Госдумы ответил честно. Будут ли надбавки к зарплатам бюджетников, зависит от экономической ситуации Волгоградской области. Еще одна проблема, которую затронули педагоги, привлечение молодых специалистов в сферу образования. На сегодняшний день стоит остро вопрос нехватки молодых специалистов в дошкольном, в частности, образовании, ну и вообще в системе образования. А как бы вот насчет того, чтобы внедрить распределение в высших учебных заведениях, чтобы закончившие высшие учебные заведения, студенты бывшие могли приезжать и работать вот в районе. В этом году 26 выпускников из Фролова поступили в педагогические вузы и после получения диплома вряд ли все будут работать на малой родине. Впрочем, проблема нехватки кадров в школах и детсадах типична для всех регионов России, подчеркнул Олег Савченко. Фроловские педагоги предложили вернуть распределение в районы после окончания вузов. Я считаю, что это тоже честно и справедливо. Если государство тратит бюджетные деньги наши с вами и обучает, дает образование, педагогическое образование молодым людям, то они должны как-то вернуть в виде своих профессиональных навыков, которые они получили, и восполнить те недостающие места или тот дефицит, который сегодня существует. Прозвучавшие вопросы, конечно, лишь часть проблем, типичных и для Фролова, и для любого другого уголка Волгоградской области. Но встреча подобного рода – способ донести трудности сельских районов до федеральной власти, считают руководители на местах. Некоторые вопросы, которые мы сталкиваемся в жизни, они не совсем услышаны там наверху. И вот эта связь, и этот визит, а он будет продолжаться, естественно, систематически, оно будет подтверждаться вот такими решениями. А то, насколько лучше выглядит сегодня Фролова, подтверждает – здесь услышали призыв властей сделать Волгоградскую область благоустроенной и привлекательной. И, по словам Олега Савченко, если продолжать работу в этом направлении, регион лет через пять смог бы конкурировать по красоте территорий с европейскими городами. Анжелика Антипина, Василий Кострыкин, телекомпания Ахтуба из Фроловского района.